Пьяный за рулем преступник. Это истинно уже много лет, но проблема пьяных за рулем не становится менее актуальной. Увеличивался срок лишения прав, росли штрафы, но искоренить данное зло не удается. С 1 июля произошло очередное ужесточение законодательства. Вступили в силу изменения в нормативно-правые акты, касающиеся усиления ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 264, прим. 1, а именно нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию ранее. Действие данной статьи распространяется на тех, кто в течение года с момента совершения первого административного правонарушения, связанного с пьянкой за рулем, вторично попался за рулем в состоянии опьянения. Диспозиция статьи гласит, что если водитель второй раз в течение года задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то в отношении него возбуждается уголовное дело, и в этом случае он несет уже уголовную правовую ответственность. То есть, если 1 апреля 2015 года гражданин привлекался к административной ответственности по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, то в период до 1 апреля 2016 года, если он будет задержан повторно, в отношении него возбуждается уголовное дело по статье 264, прим. 1 Уголовного кодекса. Об этих изменениях с начала июля рассказали всевозможные СМИ. Однако кто-то и по сей день остается в неведении, другие не отнеслись всерьез к ужесточению закона. А зря. На сегодняшний день на территории Слободского района возбуждено три уголовных дела по данной категории преступлений. Дела возбуждены в отношении водителей, которые до 1 июля 2015 года совершали административное правонарушение по статье 12.8. Вообще в стране, то есть закон вступил в силу 1 июля 2015 года, я сказала, 2 июля в средствах массовой информации уже федерального значения имелась информация, что возбуждено около 100 дел по всей стране. То есть нарушения эти носят системный характер. Действие данной статьи Уголовного кодекса распространяется не только на пьяных водителей или отказавшихся от медосвидетельствования повторно попавшихся за пьяное вождение. Действие данной статьи касается также и водителей, которые задержаны в состоянии алкогольного опьянения, управляя транспортным средством, но ранее к административной ответственности за аналогичное правонарушение не привлекались. Вместе с тем имеют судимость по статье 264 части 2, 4 и 6. Это нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшим гибель людей. То есть если человек осужден ранее за совершение данного преступления, грубо говоря, за ДТП в пьяном виде, в котором погибли люди, он также несет уголовную ответственность в настоящее время по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность наступает уголовная и наказание уже гораздо серьезнее, нежели в административном кодексе. Санкция статьи предусматривает лишение водительского удостоверения на срок до 3 лет. Кроме этого, уголовное наказание несут водители в данном случае и в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, в виде обязательных работ сроком до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет. В настоящее время по Кировской области возбуждено 8 таких уголовных дел. Три из них в производстве отделения дознания Слободской полиции и находятся на особом контроле Слободской межрайонной прокуратуры. Продолжение следует...